Наринмарского медведя Мишу проводили в зимнюю спячку. Из-за отмены массовых мероприятий традиционный праздник пришел в онлайн-режим. Сладких снов Миша пожелала и наша съемочная группа. Подробнее расскажет Наталья Дуркина. История медведя Миши началась еще в 1992 году. Именно тогда кослапого беспомощного потеряшку привезли в Наринмар из леса. Медвежонок рос и не раз менял место жительства, пока его не приютили в заповеднике Ненецкий. Вот уже 8 лет, ставший совсем взрослым, медведь находится под опекой сотрудников заповедника. Медведь наш известная личность, к нему очень много ходит людей. Ну и собственно говоря, для этого мы и делаем праздник. Говорим о том, что медведь уже готовится к спячке и ему уже пора спать. Поэтому контролировать мы не можем, но желательно всех предупреждаем, что не кормить самим. Лучше оставить здесь и человек, который приходит, за ним ухаживает, он сам уже рассчитает ему порцию, чтобы не перекармливать медведя. Какие-то есть продукты, которые ему нельзя. Например, сгущенку мы стараемся не давать ему часто, хотя многие думают, что сгущенка – это любимое лакомство. На самом деле потом у медведя после этого переедания болит живот. Поэтому лучше просим оставлять все у клетки. Наш сотрудник придет и обязательно все ему передаст. 28-летний Михаил любит овощи и фрукты. Все продукты в железных банках лучше оставлять перед клеткой, чтобы специалист открыл и порционно выдавал медведю. За здоровьем Миши тщательно следят и в экстренных ситуациях обращаются к ветеринарам. Ведь при правильном уходе медведь может жить до 50 лет. У нас тут была чистка клетки. Полностью дезинфицировали. Приезжали с местной ветклиники, помогали нам все дезинфицировать и обрабатывали глаза медведю. Что-то там у него типа конъюнктивита выскочила. Косолапый любимец местных жителей вовсю готовится к зимней спячке. Сотрудники заповедника Ненецки к этому времени каждый год устраивают праздник «Скажи Миши сладких снов». Однако в этом году мероприятие из-за ограничительных мер перешло в режим онлайн. Целую неделю на официальной странице заповедника проводились квесты, викторины и даже флешмоб, приуроченные к этому событию. Мишка ложится спать. Мишка, которые известны, нас постоянно спрашивают, будут, не будут, а Мишке, а можно еще прийти, еще посмотреть перед зимней спячкой. Мы решили, что это будет онлайн, все это на наших страницах в соцсетях ВКонтакте. Каждый день мы в течение всей недели выкладывали какие-то викторины, квесты, флешмобы. Очень активно присоединились к нам, особенно наши фанаты, нашего медведя. В принципе, так прошло все хорошо. Медведь Миша находится под опекой заповедника Ненецки со 2 октября 2012 года. Именно тогда бурого медведя переселили в стометровый вольерный комплекс на территории заповедника.